Аркам ТВ представляет. Толкование суры Альфиль. Первая часть. Субтитры создавал DimaTorzok Как я упоминал, мы достигли последних десяти сур Корана. И тема этих последних десяти сур отличается от тем, которые мы изучали в предыдущих сурах. Сура Аль-Хумаза, которую мы изучали на прошлой неделе, является последней, в которой мы видим предостережение по поводу вечной жизни. В общем, джуз Амма, как вы все знаете, в основном связан с последней жизнью, с судным днем и различными его описаниями, многочисленными предостережениями тем, кто не уверовал. Однако в последних десяти сурах тема резко меняется. Причем они все в той или иной степени имеют отношение к жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения. Практически все они были неспосланы по какому-то случаю, связанному с жизнью пророка, мир ему и благословения. В Коране есть множество аятов, относительно исторического контекста которых нет разногласий. Вместе с этим есть некоторые аяты в Коране, относительно которых у ученых нет установленной четкой позиции о том, когда именно они были неспосланы. А есть только какие-либо общие принципы относительно многих аятов. К примеру, мы можем сказать, что та или иная сура является позднемикканской или раннемикканской, раннемединской или позднемединской. Но мы можем не иметь конкретного довода, подтверждающего это. И даже если такой довод и имеется, у ученых нет единого мнения относительно него. Но приступая к этим последним десяти сурам, мы увидим, что относительно них есть множество доводов о причинах неспосылания, а также много исторических данных. Но сначала давайте поймем, почему происходит этот переход в конце Корана. Почему резко меняется содержание сур? К концу суры Аль-Хумаза, которой было приведено одно из самых суровых описаний адского огня в Коране, мы увидели предостережение для всех, кто соответствовал этим описаниям. Горе каждому, улителю и обидчику, то есть каждому, кто подходит под описание Аль-Хумаза и Аль-Люмаза. Другими словами, в ней говорилось об универсальных, общих качествах. Однако в суре Аль-Филь, Слон и некоторых последующих сурах, даже несмотря на то, что они тоже являются универсальными посланиями для всего человечества, кто является главной публикой? Урайшиты. Вы должны понять кое-что. Когда вы говорите общими понятиями, особенно с людьми искушенными, упрямыми, порой это не цепляет их, пока вы не укажете на них пальцем и не скажете, «Нет, я говорю конкретно о тебе, не о ком-то другом, а лично о тебе». Очень часто в дело вступает так называемый эффект рикошета. То есть, когда вы слышите какую-нибудь проповедь, где хатыб говорит, «Никто не должен совершать злословие», «Никто не должен лгать», «Мусульманин должен быть честным» или «Люди должны быть такими-то и такими-то», то, услышав слово «Люди», вы говорите себе, «Да, люди должны исправляться, а у меня и так все в порядке». И вы думаете о ком-то другом, кто должен услышать эту хутбу, а о ком вы не подумаете в первую очередь, о самих себе. Таким образом, в предыдущей суре «Аль-Хумаза» было общее послание ко всему человечеству. Однако, начиная с суры «Аль-Филь» и некоторых последующих, мы увидим прямое послание конкретно к урайшитам. Им как бы говорится в этих сурах, «Не думайте о ком-то другом, это касается именно вас». Также в предыдущей суре мы узнали про одно из качеств адского огня, то, что он ломает, раздавливает своих обитателей. Это было отражено в слове «Аль-Хутама». На арабском «Аль-Хутам» – это то, что выходит из-под ваших ног, что-то раздавленное и превращенное в пыль. В суре «Аль-Филь» Аллах, Свят Он и Велик, дает нам понять, что его наказание не где-то там, далеко. Наказание, способное раздавить вас, стереть в порошок, может прийти даже в этой жизни. В суре «Аль-Филь» мы увидим, как Аллах, Свят Он и Велик, отправил на людей, а точнее, на армию Абрахи. Наказание, которое является всего лишь малым отголоском того, что ждет их в аду. Вы все еще с детства слышали историю про Абраху и войско слона. О каком наказании идет речь? «И превратили их в подобие изъеденных, иссохших, злаковых листьев». Они стали подобны раздавленным, изъеденным, разжеванным листьям. Вот во что они превратились. На следующей неделе мы более подробно поговорим об этом. Наша цель сегодня – это, во-первых, кратко показать вам переход от общего универсального предостережения к более конкретному предостережению, обращенному к курайшитам. Это первое. Вторая цель – это понять, что объединяет все эти последние 10 сур. Последние 10 сур Корана прекрасным образом риторически связаны между собой и образуют одну цельную тему. Один аргумент. Это не просто 10 отдельных сур с отдельными темами. Это 10 частей одной цельной темы. Поэтому сегодня мы постараемся понять, что связывает все эти 10 сур. А на следующей неделе и далее мы будем брать по одной суре и подробно изучать их. Я подумал, что сначала полезнее будет получить общее представление об этих сурах перед тем, как заняться их подробным изучением. И поскольку многие из нас еще с детства или уже став взрослыми, выучили эти короткие суры, общее представление о них будет очень полезным для всех нас. Понимаете, получив божественное откровение от Аллаха, посланнику, мир ему и благословение, пришлось вступить в идеологический конфликт, который вскоре перерос в социальный, а затем и в военный конфликт. Этот конфликт по большей части происходил в Мекке. Мекка имеет долгую историю. Первоначально она называлась Бакка. Этот город образовался после того, как пророк Ибрагим, мир ему, привел туда свою семью. Таким образом, можно сказать, что основателем города является Ибрагим, мир ему. Вы все знаете про то известное путешествие, которое он совершил, взяв с собой семью, а также его знаменитую мольбу, благодаря которой, по сути, этот город и начал существовать. И эта мольба будет играть большую роль в изучении этих последних десяти сур. Поэтому важно вспомнить эту мольбу Ибрагима, мир ему, чтобы понять суть последних десяти сур Корана. Итак, мольба пророка Ибрагима появляется в двух местах Корана. Сегодня мы поговорим об одном из этих мест. Одно место находится в суре Ибрагим. Думаю, закономерно, что в суре Ибрагим содержится мольба Ибрагима, мир ему. Второе место находится в суре Аль-Бакара. Так вот, мы поговорим о некоторых деталях мольбы Ибрагима из суры Аль-Бакара. Затем мы свяжем их с этими последними десятью сурами. Ибрагим, мир ему, сказал «Господи, сделай это безопасным мирным городом». Думаю, всем понятно, о чем «этом» он говорит, о Мекке. Однако другой вариант этой мольбы уже в суре Ибрагим звучит так «Господи, сделай этот город безопасным». Но в суре аль-Бакара он сказал «Сделай это безопасным городом». Повторю еще раз. В первом случае он сказал «Сделай это безопасным городом», а в другом случае он сказал «Сделай этот город безопасным». Между этими двумя выражениями есть тонкое различие «Сделай этот город безопасным», «Сделай это безопасным городом». На слух это практически одинаковые выражения, но на самом деле они отличаются друг от друга. Подобное видоизменение говорит нам о том, что обе эти мольбы произошли в разное время. Когда Ибрагим впервые пришел в то место, куда Аллах повелел ему, был ли там город? Нет. Перед ним была пустыня, безжизненная земля. И взглянув на нее, он сказал «Господи, сделай это», то есть это пустое безжизненное место, эту пустынную долину безопасным городом. Но позднее, когда он вернулся в Мекку, спустя несколько лет, был ли там уже город? Да, был. Поэтому в суре Ибрагим мы видим уже немного измененную мольбу. «Господи, сделай этот город безопасным». То есть теперь он посмотрел на раскинувшийся перед ним город и, указав на него, произнес «Господи, сделай этот город безопасным». То есть форма мольбы слегка изменилась. Однако важнее отметить то, что в первой части этой мольбы Ибрагим Мериму попросил Аллаха сделать этот город безопасным и мирным. Во второй части мольбы он сказал «…и надели его жителей всевозможными плодами». Под плодами имеется в виду пропитание. То есть Ибрагим просит экономического и финансового благополучия для Мекки. Он просит Аллаха даровать этому городу безопасность, а также благополучие. Вы когда-нибудь услышали выражение «мир и благополучие»? И это именно то, что попросил Ибрагим в первой части своей мольбы за Мекку. Он попросил у Аллаха мира и благополучия для этого города. Кстати, из политологии мы узнаем, что общество не сможет выжить, пока в нем не будет двух составляющих. Мира и благополучия. Что это значит? Это значит, что если у вас есть дом, бизнес, работа, машина, деньги, но при этом вы не чувствуете себя в безопасности, ваша жизнь будет далека от понятия счастья. В ней не будет ни мира, ни безопасности. Такое общество не сможет выжить, поскольку в нем нет безопасности. Теперь представим общество, в котором совершенно безопасно. Везде полиция, следящая за порядком. Но при этом вы не можете найти работу. У вас не хватает денег на то, чтобы прокормить семью. Такое общество тоже не сможет выжить. Одной безопасности недостаточно, так же, как и одного благополучия и достатка недостаточно. Чтобы общество функционировало должным образом, мы нуждаемся в мире и благополучии, в их сочетании. Таким образом, эта мольба отражает гениальный ум Ибрагима, мир ему. Он попросил у Аллаха мира и благополучия. Но затем мы узнаем кое-что об Ибрагиме, мир ему. Он был очень обеспокоен, поскольку осознавал, что Аллах сделал его имамом, предводителем. Аллах говорит в Коране «Я сделаю тебя предводителем для людей». Главное значение слова «имам» – это лидер, предводитель. Получается, Ибрагим был назначен лидером. Все верующие являются имамами в своих семьях. Также есть известная мольба «Господь наш, сделай нас предводителями над богобоязненными, праведными людьми». Поскольку, если вы являетесь имамом, предводителем, вас спросят за людей, которые в вашем подчинении. Разумеется, вы хотите отвечать за людей, которые являются благими, а не скверными. Поэтому далее Ибрагим, мир ему, попросил Аллаха «Даруй его жителям всевозможные фрукты». Однако не всем, а только тем, кто уверовал в Аллаха и в последний день. В судный день Ибрагим не хочет отвечать за своих потомков, которые впали в ширк, которые впали в неверие. Поэтому он как бы просит Аллаха «О Аллах, если ты решишь наделить их плодами, то молю тебя, надели только верующих». Другими словами, пусть неверующие и многобожники страдают от голода. Мне все равно, что будет с ними. Кстати, такое же беспокойство выразил и Нух, мир ему, который сказал «Нух взмолился Аллаху, чтобы он погубил народ Нуха, поскольку в будущем они будут порождать только грешников и нечестивцев, погрязших в грехах, наихудших грешников и наихудших неверующих. И они заслуживают того, чтобы все они были погублены, чтобы их неверие и многобожие не продолжилось на земле». Также Ибрагим, мир ему и благословение, сказал «О Аллах, даруй пропитание только моим верующим потомкам». Аллах сказал «Нет, даже тем, кто не уверовал, я дарую пропитание». То есть, в суре Аль-Бахара мы видим своего рода диалог между Аллахом и Ибрагимом, мир ему. Теперь давайте отправимся в конец Корана и откроем сурру Аль-Филь. Все мы знаем, о чем в ней идет речь. Правитель Йемена, Абраха, двинулся на Мекку с армией, состоящей из слонов. Арабы никогда не видели слонов в битвах. Это было чем-то диковинным для них. Настолько, что год, когда произошло это необычайное событие, вошел в историю под названием «Год слона». Арабы понятия не имели, как им сражаться с армией, в которой присутствуют слоны. Это было подходящее время, чтобы сказать «Все, Мекка обречена». Вы знаете, что сделали жители Мекки, когда увидели приближающуюся армию слонов? Все они покинули город и поднялись на горы, кроме нескольких, которые остались и попытались договориться с захватчиками. И в конце концов, Аллах защитил Каабу. Мы подробно поговорим об этом на следующей неделе. Но сегодня мы должны понять, что это было время, когда никто бы не поспорил, что безопасность Мекки оказалась под угрозой. Целью Абрахи было полное уничтожение города, в первую очередь Каабы. Однако, по каким-то невообразимым обстоятельствам, Аллах ответил на мольбу Ибрахима, мир ему. Он сохранил мир и безопасность в этом городе. Вот какова главная тема суры «Аль-Фильм» – «Сохранение мира в Мекке». Это стало ответом на первую часть мольбы Ибрахима, мир ему. Помните, он попросил Аллаха сделать этот город безопасным? Но какой была вторая часть мольбы? Она звучала так. «И надели плодами его жителей». Другими словами, «Даруй им благополучие». Следующая сура после суры «Аль-Фильм» – это сура «Курайш». А о чем говорится в суре «Курайш»? Главная тема суры о том, что арабы пользовались возможностью организовывать караваны летом и зимой. Они могли отправиться в любой торговый регион, который они пожелают, и привезти оттуда всевозможные товары. Они могли вести торговлю круглогодично. Могло ли хоть одно другое арабское племя поступать так? Нет. Почему? Потому что если хотя бы одно арабское племя попыталось бы сделать так, его бы обязательно ограбили. Им пришлось бы платить разбойникам. Единственным исключением были курайшиты, чьи караваны могли свободно и без всякого страха перемещаться по Аравии. Но почему никто не осмеливался нападать на них? Даже если кто-то собирался напасть на них, то узнав, что это курайшиты, они тут же отступали назад. Все потому, что люди вокруг считали, что курайшиты – святые, неприкосновенные люди, поскольку они являются хранителями священного дома. Таким образом, все они относились с ним с абсолютным почтением. Все уважали их. Но также была и политическая причина. Многие из этих племен имели своих ложных богов. И где находились эти боги? В Каабе. Все их идолы находились в Каабе. Поэтому, если на курайшитов бы напали, то по возвращению в Мекку курайшиты разрушили бы идола того племени, которая напала на них. Так что никто не хотел связываться с курайшитами, поскольку их уважали, и еще потому, что они были хранителями Каабы. И теперь понятно, почему у них были такие привилегии. По этой причине они могли наслаждаться всевозможными фруктами. Они могли привозить их со всех сторон света. Разве это не ответ на вторую часть мольбы Ибрагима? Обе части его мольбы были исполнены. Одна часть в суре Аль-Филь, и вторая часть в суре Курайш. И поскольку обе части мольбы были исполнены, в конце суры Курайш Аллах, Велик Он и Возвышен, упоминает им кое-что. Он говорит, «Пусть же они поклоняются Господу этого дома». Что Аллах имеет в виду под домом? Каабу. А когда Ибрагим обратился к Аллаху со своей мольбой? До того, как Кааба была построена. Упомянув Каабу, Всевышний Аллах напоминает Курайшитам, благодаря чему возник их город. Он возник благодаря мольбе, вознесенной тем, кто построил этот дом. Ибрагимам, мир ему. И далее Аллах говорит им, «Который накормил их после голода, защитил их от голода и избавил их от страха». И Аллах всегда на протяжении веков обеспечивал им безопасность и благополучие. Таким образом, Аллах напоминает Курайшитам о милостях, которые он даровал им, и которые являлись прямым следствием мольбы Ибрагима, мир ему. Теперь скажите, были ли Курайшиты достойны всех этих преимуществ? Поступали ли они так, чтобы заслужить те милости, которые пришли к ним благодаря мольбе Ибрагима, мир ему. Заметьте, Ибрагим, мир ему, не просил за всех своих потомков. За кого он попросил? За своих верующих потомков. Курайшиты были верующими потомками? Нет. Но вспомните, что сказал Аллах. Он сказал, они верующим, «Я позволю пользоваться благами недолгое время, а потом заставлю их страдать в адском огне». Но сейчас нужно прояснить, являются ли Курайшиты достойными потомками Ибрагима, мир ему, или же они недостойные? Мы должны ясно ответить на этот вопрос. Следующая сура, Аль-Ма'ун, выявляет, что хотя эта община и наслаждается плодами мольбы Ибрагима, мир ему, они недостойные люди. Они не заслуживают всех этих милостей. «Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?» Это тот, кто отгоняет сироту и даже не побуждает накормить бедняка. И даже когда они молятся, они ленятся, занимаются показухой. И еще, они настолько жадные скупердяи, что отказывают даже в мелочи. Слово «Аль-Ма'ун» означает мелкую услугу, незначительную вещь. К примеру, сосед приходит к вам и говорит, «Мог бы ты дать мне немного соли?» И вы такой, «Нет, у самого мало». И вы хлопаете перед ним дверью. Это и есть отказ в самой мелочи, проявление чрезмерной скупости, когда вы не хотите оказать даже самую малую услугу. У вашего одноклассника заканчивается паста в ручке, а у вас три ручки торчит из кармана. И вы прикрываете рукой карман, чтобы одноклассник не увидел. Это и есть отказ в самой мелочи. То есть, в суре «Аль-Ма'ун» Аллах выявляет, насколько недостойными людьми являются курайшиты, как они недостойны всех тех преимуществ, которыми они наслаждаются. Теперь, когда мы узнали, какими недостойными людьми они являются, давайте вернемся к тому месту Корана, где произошел диалог между Аллахом, Велик Он и Возвышен, и Ибрагимом, мир ему. Отрывок из суры Аль-Бакара. Аллах сказал, что он дарует удел и неверующим потомкам Ибрагима тоже, и затем он потащит их в адский огонь. Как вы думаете, Ибрагиму, мир ему, понравился такой ответ, что некоторые из его потомков окажутся в адском огне. Более того, что они будут в неверии? Нет. И поэтому Ибрагим хотел удостовериться, что некоторые из них никогда не впадут в неверие. Поэтому он обратился к Аллаху с мольбой, состоящей из двух частей. Он начал с себя и со своего сына. «О Аллах, хотя бы сделай так, чтобы мы оба, я и мой сын Исмаиль, были совершенно покорными мусульманами перед тобой. И сделай так, чтобы из наших будущих поколений была как минимум одна группа, которая останется мусульманами, только ради тебя, которая будет покорна только тебе. И покажи нам наши обряды, и прими наше покаяние». Далее, после этой мольбы, последовала еще одна мольба Ибрагима, мир ему. «Он понимал, что у будущих поколений есть только один шанс остаться мусульманами». Ведь если неверные и мусульмане будут жить вместе, ислам испортится. Более того, он может даже исчезнуть, если Аллах не отправит посланника, который сохранит ислам в чистом виде. Поэтому он попросил Аллаха, «О Аллах! Отправь им посланника из них самих». Таким образом, недостойными являются неверующие, а достойными являются верующие. И предводителем верующих будет посланник. Так ведь? Теперь вернемся к концу Корана. В суре «Аль-Ма'ун» говорится о недостойных потомках. Если вы выявляете недостойных потомков, то, естественно, что далее вы расскажете о ком? О тех, кто является их противоположностью. Кто является истинным хранителем Дома Аллаха, если курайшиты не являются истинными и достойными хранителями Дома? Главное предназначение Дома Аллаха – это молитва. А эти люди молятся только ради показухи. Ведь Аллах говорит в суре «Аль-Ма'ун» – это те, которые лицемерят. Предназначение Дома Аллаха – это молитва. А эти люди молятся только ради показухи. Говоря о жертвоприношении, что мы должны делать с мясом жертвенного животного? Мы должны раздать его. Это проявление милостыни. Но что делают эти курайшиты? Они настолько скупые, что отказывают даже в мелочи. Поэтому они совершенно точно являются недостойными. И о ком говорится в следующей суре? О том, кто является достойным, кто является истинным хранителем Дома. Далее идет сура «Аль-Каусар». «Поистину мы даровали тебе, о Мухаммад, Аль-Каусар». Ученые привели очень много мнений относительно слова «Аль-Каусар». В хадисе очень четко говорится, что «Аль-Каусар» – это река в раю. Однако, если взять общий смысл, слово «Аль-Каусар» имеет много других значений. Например, победу, которую Аллах даровал посланнику, мир ему и благословение. Коран, оживление наследия Ибрагима, очищение Дома Аллаха, который был построен Ибрагимом, мир ему, и затем был осквернен недостойными потомками Ибрагима, мир ему. Все это является частью великого блага, которое Аллах даровал посланнику, мир ему и благословение. Просто представьте, Кааба изначально была построена как обитель таухида, единобожия, но вместо этого вокруг нее веками совершалось многобожие. И кому досталась честь очистить Дома Аллаха от скверны многобожия? Посланнику Аллаха, мир ему и благословение. Это великая честь. Это огромная честь. Помимо этого, в его время было изменено направление в молитве, хотя до этого многие века верующие молились в сторону Аль-Аксы. Однако, в его пророческий период направление в молитве было изменено. Таким образом, ему было даровано величайшее благо. Но затем Аллах сказал прекрасные слова. Сура Аль-Каусар состоит всего из трех аятов. Это очень короткая сура. Во втором аяте Аллах, Велик он и Возвышен, сказал «Молись своему Господу и приноси жертву». Молитва и жертвоприношение. Чье это наследие? Ибрагима, мир ему. Молитва и жертвоприношение. Сама традиция жертвоприношения началась при ком? При Ибрагиме, мир ему. И вот Аллах как бы говорит пророку, мир ему и благословение, «Теперь ты должен оживить наследие своего отца Ибрагима». И далее идет аят, в котором Аллах сказал. Это относится к конкретным, оскорбительным словам, сказанным одним кафиром. Об этом мы поговорим, когда придет время. Но опять же, язык этого аята общий. Кто-то был назван шаанья, врагом-посланником, мир ему и благословение. Читая между срок, мы понимаем, что теперь, когда эта сура пришла, стало ясно, кто является достойным потомком, а кто является недостойным. Теперь они больше, не одна семья, даже несмотря на то, что у них один предок. Ибрагим, мир ему. Аллах как бы говорит пророку, вы больше не одна семья, и они стали вашими врагами. Вы стали врагами не потому, что у вас разная кровь. Нет, в вас течет одна и та же кровь. Вы одна семья и одно племя. Вы выросли в одной семье. Не это делает вас врагами. А врагами вас делает то, что в ваших сердцах. В ваших сердцах вера, иман, а вы в сердцах неверие. Куфр. Вера против неверия. И следующая сура объясняет, почему пророк является их врагом. Почему он больше не с ними? Почему он больше не имеет ничего общего с курайшитами и полностью порывает связи с ними? Даже несмотря на то, что все они из одного племени. В истории арабов испокон веков главное, что указывало на идентичность человека, это ваше племя. Это и было гражданством того времени. Представляясь, люди всегда говорили, из какого племени они пришли. И в суре «Аль-Кафирун» посланнику было велено открыто отречься от своего народа. Из какого аята мы это понимаем? «Кул, я айюха л-кафирун». Скажи им, объяви им. Аллах велит пророку, чтобы он сказал им. Слово «скажи» очень важное в этой суре. При этом Аллах не сказал ему. Скажи им, «О курайшиты» или «О мой народ, мое племя, моя семья». Аллах велит пророку назвать их неверующими. Почему они являются неверующими? Потому что они не покорились истине. Они не поклоняются тому, кому поклоняется пророк, мир ему и благословение. Снова и снова пророку, мир ему и благословение, велено сказать им, что с этого момента они по разные стороны. Все, точка. Посланник следует наследию Ибрагима, а они нет. Таким образом, это можно считать объявлением конфликта или даже войны. И когда вы объявляете этот конфликт и говорите «Я больше не имею ничего общего с вами», вы ясно объявляете вражду своему народу. И когда бы не возникал конфликт или война, кто-то обязательно выиграет, а кто-то проиграет. Это неизбежно. Угадайте, о чем говорится в следующей суре. В суре «Ан-Наср». «Изда ажаа Насру Аллахи вал Фатт». Когда придет помощь Аллаха и победа. Сначала в суре «Аль-Кафирун» была объявлена о конфликте. И затем посланнику, миримой благословения, была дарована победа в этом конфликте. Есть несколько мнений относительно исторического контекста суры «Ан-Наср». Большое количество ученых считает, что это мединская сура. Некоторые утверждают, что это мекканская сура. Подробнее мы поговорим об этом, когда дойдем до этой суры. Но можно с уверенностью сказать, что сура «Ан-Наср» является обещанием от Аллаха, в котором он гарантирует пророку, миримой благословения, победу. Теперь, чтобы понять связь между этой сурой и следующей, мы должны поговорить вот о чем. Когда Аллах дарует победу посланнику, миримой благословения, это является незначительным событием в истории. Или все-таки значительным. Это очень большое событие в человеческой истории. Победа ислама и установление религии Аллаха на земле – это огромное событие в истории этой религии. Аяты, неспосылаемые с небес, это величайшее событие. Когда бы Аллах не ниспосылал большую победу или большое знамение в этот мир, когда бы не приходила великая помощь от Аллаха, перед этим Аллах отправляет некоторые малые признаки. Знаете, какой была самая большая помощь, которую Аллах оказал Мусе? Когда море расступилось, и Муса смог пройти со своим народом. Но перед этим были малые признаки, которые были предвестниками большой победы и давали понять, что большая победа уже совсем близка. Например, посох, превращающийся в змею, рука, девять знамений для предостережения фараона и его знати. Таким образом, бывают большие победы, большие признаки, но перед ними всегда бывают малые признаки. Говоря о малых признаках, мой учитель любил повторять. Вы замечали на небесах темные облака или усиление ветра перед тем, как начнется сильный ливень? Эти облака и ветер говорят вам о том, что вот-вот произойдет что-то большое и мощное. В знамениях Аллаха бывает то же самое. Сначала вы видите малые признаки, и затем идут большие признаки. А теперь скажите, обещание Аллаха о победе в суре ан-Наср – это малый признак или большой признак? Большой признак. А каковы были малые признаки, говорившие о том, что большая победа уже близка? Были в истории Пророка, мир ему и благословение, малые признаки, которые давали надежду, что в будущем его и всех мусульман ждет большая победа. В следующей суре говорится о непосредственной проблеме, с которой столкнулся посланник Аллаха, мир ему и благословение, в начале своего призыва. В суре Аль-Масад говорится об одном из самых злостных врагов Пророка – Абу Ляхабе. Сначала надо было с ним разобраться. Причем Аллах разберется не только с ним, но еще и с его супругой. Аллах, Велик Он и Возвышен, уничтожил и погубил Абу Ляхаба. И это был первый малый признак окончательной победы, которая ждала Пророка в будущем. И, наконец, мы доходим до трех последних сур Корана. Знаете, то, как шейх Амин Ахсан Аль-Исляхи в своем тафсире, Тадаббур-ль-Кур'ан, а также шейх Мухаммад Фарук Аз-Заин в Назмуль-Кур'ан истолковали эти три последние суры. Это нечто прекрасное. Я очень коротко резюмирую их слова, иншаллах. Когда люди долгое время пребывают в состоянии войны, они часто забывают, за что они воюют. Это очень знакомо нам, если говорить о современных войнах. Порой, когда люди долгое время сражаются на войне, они начинают забывать, ради чего вообще они воюют, ради чего они проливают свою и чужую кровь. Такое часто происходит, и это не что-то новое в человеческой истории. Это очень часто происходило в прошлом. Конфликт между посланником, мир ему и благословение, и курайшитами, между верующими и неверующими являлся коротким? Или же он длился много лет? Он длился достаточно долго. Важно ли, чтобы люди напоминали себе, для чего они, собственно, воюют? Вспомните, с чего начался этот конфликт. Ибрагим, мир ему, попросил Аллаха даровать удел верующим, а кто не уверовал, тем не давать никакого удела. Получается, этот конфликт был между верующими и неверующими. Если вы захотите кратко описать наследие Ибрагима, мир ему, одним словом, если вы захотите передать одним словом суть мессии Ибрагима, мир ему, то это будет слово «таухид». Наследием Ибрагима, мир ему, была убежденность в единственности Аллаха, в уповании только на Него, в вере только в Него, обращение с просьбами и дуа только к Нему. Это и есть наследие Ибрагима, мир ему. Итак, в последних трех сурах нам снова напоминают о главной миссии этой уммы, как только будет достигнута победа в этом конфликте, установление единобожия на земле. Какая идет следующая сура? Аль-Ихляс. Какова главная тема этой суры? Таухид, единобожие, что является наследием Ибрагима, мир ему. Теперь скажите, Таухид впервые был ниспослан? Нет, все предыдущие пророки и посланники приходили с Таухидом. Одно и то же послание о единственности, о несравненности было главной составляющей призыва каждого посланника. Однако, было такое в истории, что пророки приносили единобожие, и люди принимали его. Но со временем единобожие начинало становиться все слабее и слабее в сердцах людей, и общество вновь впадало в многобожие. Было ли такое в человеческой истории? Несомненно. Причем это происходило многократно. Сначала люди были верующими, но после нескольких поколений их вера становилась все слабее и слабее, и люди вновь возвращались к многобожию. Это, несомненно, имело место в истории. И по причине этого Всевышний Аллах ниспослал людям не только сам таухид, но также и двух хранителей таухида. Понимаете, таухид может испортиться в результате влияния внешних сил. И также таухид, вера в Аллаха, могут испортиться внутри тоже, по причине страстей и искушений. Таким образом, существуют внешние негативные влияния, и также есть внутренние негативные влияния. Для противодействия негативному влиянию снаружи Аллах отправил защиту в виде суры «Аль-Фалябк» и так далее. Эта сура призвана защитить верующего от злых и скверных деяний снаружи. Но в чем же проявляется негативное влияние изнутри? Это наущение шайтана, это влияние нафса, это плохая компания, которая нашептывает, намекает вам на что-то скверное, и вы говорите себе, «Да, это хорошая идея», и вы поддаетесь этому. Сначала вы впадаете в порочное, греховное поведение, и в конце концов это разрушает ваш таухид и в целом вашу веру в Аллаха. Таким образом, от греховного влияния изнутри нас защищает сура «Ан-Нас». Итак, таухид и два его хранителя. Один защищает от внешних негативных влияний, а второй – от внутренних влияний. Это является кульминацией этих десяти прекрасных последних сур Корана. Мы постоянно читаем их, но мало кто знает, что они содержат в себе очень глубокое и цельное послание, связанное с наследием Ибрагима Мириму, и показывающее, как наследие Ибрагима Мириму связано с наследием посланника Аллаха Мириму и Благословения. И последнее, о чем я хотел бы рассказать вам, это о повелении Аллаха данным пророку Мириму и Благословения. И этот аят, который я прочту вам, говорит о том, что Аллах велит посланнику оживить наследие Ибрагима Мириму. Аллах говорит посланнику Мириму и Благословения, «Исповедуй религию, следуй за наследием Ибрагима, который был ханифом, человеком, преданным только лишь Аллаху». Итак, это был краткий обзор последних десяти сур, которым я хотел поделиться с вами. Сегодня мы затронем лишь малую часть суры Аль-Филь, а уже со следующей недели мы будем брать по одной суре каждую неделю. Если получится, то мы будем брать по две суры в неделю. Но, скорее всего, мы будем проходить только по одной каждую неделю, и в следующие десять недель мы пройдем все суры, иншаллах. Итак, с исторической точки зрения арабский мир можно разделить на три части. Конкретно арабский мир. Мы не говорим о Европе или Африке, только об арабском мире. Его можно разделить на Ирак и его периферии, затем Шам, мы уже говорили о Шаме и какие территории он охватывал, затем имеется отдельный Аравийский полуостров, который носит название Аль-Джазира, то, что мы называем странами залива. Однако сегодня, когда мы говорим «залив», мы имеем в виду некоторые страны залива на Аравийском полуострове, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Но страны залива в прошлые времена представляли собой намного более широкий географический регион, похожий на треугольник, который омывался морями с трех сторон. Он включал себя, и Йемен в том числе. Правда, Йемен был немного отрезан от остального Аравийского полуострова. Да, он был частью полуострова, однако он не был особо связан с ним. Он был немного в стороне, и это является важным моментом в историческом плане, как мы увидим чуть позже. Очень долгое время Йемен, точнее, империя сабаитов, контролировала торговлю между Европой и остальным миром, между Азией и остальным миром. Это была площадка, через которую должны были проходить все торговцы. Йеменские порты представляли большую стратегическую важность, и этот факт давал им экономическую силу, а также политическое влияние. Поскольку, если у вас экономическая сила, то ваша политическая сила также повышается. Таким образом, Йеменские порты были одними из главных средств, за счет которых Йемен приобрел свою политическую важность. Где-то в 450 или 451 году произошло великое наводнение, в результате которого Йеменская сабаитская цивилизация была полностью разрушена. Их экономическая мощь исчезла, их порты были уничтожены. По сути, все, чем они владели, ушло. И путь, по которому раньше шла бурная торговля, навсегда был утерян. Теперь надо было искать другие пути, другие площадки для развития торговли. Это был небольшой экскурс в историю Йемена. Как это связано с Аравией? Многие жители Йемена покинули этот регион и отправились в другие части арабского мира. Они начали оседать в разных землях. Надо сказать, что йеменцы очень часто перемещались в своей истории. В некоторых преданиях даже говорится, что первые племена, прибывшие к Исмаилю, мир ему, тоже были йеменскими. И это было намного раньше великого наводнения в Йемене. Люди, заметившие источник воды рядом с Хаджар и Исмаилем, были йеменцами. Таким образом, и до наводнения йеменцы путешествовали по арабскому миру. Однако после наводнения произошел массовый исход населения по причине экономического коллапса в Йемене. Кстати, Аль-Аус и Аль-Хазрач также были йеменскими племенами, которые покинули Йемен по экономическим причинам и обосновались в Медине. Поэтому их история также связана с тем массовым исходом. Тем временем, в остальной Аравии, особенно в землях Хиджаза, потомки Ибрахима, мир ему, через род Исмаиля, мир ему, оседали в разных областях Аравии. Они оседали не только в Мекке. Да, Ибрахим возвел мольбу именно за шителей Мекки. Однако они были распределены по всей Аравии. Они не были только в одном месте. Примерно в то же время, когда произошла катастрофа в Йемене, в Аравии появилась одна историческая фигура по имени Хусай ибн Киляб. Он был предводителем арабов, которые были потомками Исмаиля, мир ему. Однажды он обратился к арабам, потомкам Исмаиля, чтобы они объединились и переселились в Мекку, и сделали ее в некоторой степени центральным городом, вокруг которого они могли бы образовать свое государство. Надо сказать, что понятие «государство» у арабов было не таким, как у римлян, или у персов, или даже у современных народов. Тем не менее, Хусай ибн Киляб сказал, «Мы, арабы, разбросаны по разным углам. Давайте объединим наши племенные и родовые силы, поселимся в одном месте, станем одним единым источником силы и образуем нечто похожее на государство». Вот с каким призывом он обратился к людям. Хусай ибн Киляб был очень харизматичным человеком, и поэтому ему удалось это сделать, причем очень быстро. Кстати, он родился в 500 году, то есть примерно за 50 лет до того, как случилось великое наводнение в другой части Аравии, в Йемене. В истории Хусай ибн Киляб получил прозвище «Аль-Муджамми'». И слово «муджамми'» переводится как «тот, кто организовал сбор». Он призвал всех потомков Исмаиля, мир ему, собраться и объединиться в Мекке и вокруг нее. До этого в Мекке уже было свое население. Оно было очень незначительным. Теперь же оно начало становиться более централизованным, и Мекка стремительно заселялась. У Хусайя было трое сыновей, самого известного из которых звали Абдманаф. После смерти своего отца Абдманаф взял на себя роль предводителя в Мекке. У самого Абдманафа было четверо сыновей. То есть, сейчас мы говорим о внуках великого собирателя, Хусайя ибн Киляба. И кем были его внуки? Это Хашим, Аль-Мутталиб, Абдушамс и Науфаль. Это были четыре сына Абдманафа. Еще раз. Хашим, Аль-Мутталиб, Абдушамс и Науфаль. Хашим родился в 464 году. То есть, он родился после великого наводнения в Йемене, которое произошло в 450 году. И так он родился после наводнения, в то время как на протяжении более чем 10 лет был общеэкономический вакуум в арабском обществе. Взрослея и становясь мужчиной, Ахашим чувствовал этот экономический вакуум в обществе. Он понял, что мекканцы находятся в таком положении, когда они могут воспользоваться этим вакуумом и обратить внимание на соседние империи, чтобы те начали заключать торговые сделки с мекканцами. Он увидел в этом прекрасный шанс, поскольку у мекканцев больше не было соперников в лице йеменцев, чья цивилизация исчезла. Многие очень влиятельные йеменские торговцы уже покинули Йемен, поскольку они больше не могли выжить там в экономическом плане. И вот Гашим сам лично отправился в Шам, чтобы договориться с гассаанидами. Своего брата Абдус-Шамса он отправил в Эфиопию, на Уфаля он отправил в Ирак, еще одного брата он отправил в Йемен. Другими словами, он отправил своих представителей в каждую из соседних империй, с целью заключения торговых сделок с ними. И после этого они стали рассматривать Мекку как центр торговли. Также важным экономическим фактором было то, что все арабы в регионе начали испытывать уважение и почтение к Мекке, несмотря на свое многобожие, они, по сути, признавали Мекку местом, где находится дом Аллаха. Даже несмотря на свое многобожие, они признавали, что в Мекке находится дом Аллаха. То есть, исторически все племена Аравии и так уже знали, что Мекка – это религиозная столица Аравии. И мекканцы сказали себе, «Если мы и так являемся религиозной столицей, то почему бы нам не стать экономической столицей Аравии? Мы можем извлечь большую выгоду из этого». Итак, эти четыре брата заключили важные торговые соглашения с соседними племенами и империями. В историю эти соглашения вошли под названием «Иляф». А этих четырех братьев, которые заключили соглашение, стали называть «Асхабуль Иляф» – «Людьми соглашения». Почему это слово так важно? Что оно напоминает вам? Есть историческая связь между термином, который использовали в отношении них, и тем, что мы будем изучать в суре «Курэйш». Вот почему слово «Иляф» становится важным. Также их называли «Аль-Муттаджирун», что означает «торговцы». У Хашима одного из четырех братьев был сын по имени Абдуль-Мутталиб. Он родился примерно в 457 году, согласно мнению большинства историков. У Абдуль-Мутталиба был сын по имени Абдуллах. Абдуллах был отцом посланника Аллаха, мир ему и благословения. Итак, перед нами этот временной период. Хашим был одной из ключевых фигур, внесших вклад в возвышение и процветание Мекки, как экономического и политического центра. Теперь мы взглянем на события, происходившие в другом месте. Мы уже узнали, что происходило в Йемене. Мы узнали про события в Хиджазе. Теперь мы узнаем, что происходило в христианском мире, точнее, на римских землях. В году 300-м, после рождения Айсы, мир ему, Римская империя сделала своей официальной религией христианство. Христианство стало государственной религией. Однако Римская империя не ограничивалась только одним Римом. Она включала в себя часть Западной Азии, что сегодня является Турцией, часть Египта, она включала в себя Судан и даже современную Эфиопию. Эти регионы также были частью христианского мира в то время. Более того, часть Йемена изначально также была христианской. Хотя был короткий период, когда в результате восстания Йемен стал иудейским государством. И в этот период иудейские правители Йемена стали притеснять местных христиан. Но исторически Йемен всегда был очень близок к Эфиопии. Помните, я сказал вам, что Йемен был как бы отделен от арабского мира? Если взглянуть на карту, видно, что Йемен расположен ближе к Эфиопии. В самой Эфиопии в то время официальной религией было христианство. Так вот, на короткое время Йемен стал иудейским, и его правители стали притеснять местных христиан. Некоторые говорят, что именно в это время произошла история с обитателями рва, которые погибли за веру. И когда эфиопы узнали, что христиан в Йемене притесняют, они вторглись в Йемен и захватили его. Затем они назначили правителя из числа йеменцев христиан. Таким образом, Йемен снова стал христианским. Но очень скоро в Йемене начались внутренние распри и конфликты. С кем Йемен был политически связан? С Эфиопией. Но Йемен не был колонией Эфиопии. Он был сам по себе. Эфиопы восстановили христианское правление в Йемене и ушли. То есть, Йемен был сам по себе. Но вскоре произошел военный переворот. Абрага, один из йеменских полководцев, восстал против своего царя, сверг его и стал новым царем Йемена. При этом Абрага сохранил связи с Эфиопией, правители которой сначала были обеспокоены ситуацией в Йемене. Но Абрага смог заверить эфиопов, что он не выступает против них, а просто желает взять власть в свои руки. При этом он выразил полную готовность сохранить связи с Эфиопией. Да, эти связи между ними ослабли, но все же они остались. Это важный момент из истории. И мы еще вернемся к нему. Одним из способов, которым правители Йемена пользовались, чтобы сохранить свою власть и укрепить лояльность народа, было то, что они постоянно напоминали людям, какой великой нацией они являются, и что им нужно вернуть себе былую славу и величие. О чем Абрага постоянно слышал? Он слышал о том, что раньше Йемен был центром мировой торговли. Но после того, как случилось наводнение, к кому перешло экономическое лидерство в регионе? К курайшитам. Вся торговля шла через курайшитов. И став правителем, Абрага решил построить так называемый Аль-Кулейс – огромный христианский храм, который Абрага хотел сделать новым центром региона. Говорят, что при строительстве этого храма были использованы самые дорогие материалы, экзотические предметы. Это было огромное величественное здание. Абрага надеялся, что своей красотой и пышностью оно затмит Мекку, и люди устремятся в этот новый храм. Однако он забыл, что люди приходили в Мекку не потому, что это было какое-то туристическое место, а потому, что это был религиозный центр региона. И далеко не просто изменить религиозные чувства людей. Поэтому Абрага был очень зол на то, что он потратил столько усилий, столько средств на строительство этого огромного храма. Однако ничего не изменилось. Люди не стали толпами пребывать в Йемен. Тогда он написал письмо царю Эфиопии, «Пока Кааба не будет разрушена, мы не сможем привлечь внимание людей к Йемену». То есть Абрага попросил о помощи. Однако арабы каким-то образом узнали об этом письме, и это очень разозлило их. И тогда самые отчаянные и безбашенные среди них, согласно одному из преданий, сожгли этот храм дотла. Но согласно более распространенному мнению, они тайком проникли в храм и осквернили его, испачкав его нечистотами. Так они выразили свой протест намерением Абраги и показали свое отношение к его грандиозному храму. Узнав об этом, Абрага жутко разгневался. Он и так уже помышлял о нападении на Каабу. Теперь же у него не осталось никаких сомнений и колебаний. Взгляните на это с точки зрения политологии. Если на вас напали, если вас оскорбили, разве вам не легче будет собрать армию, поднять весь народ на борьбу с врагом? Поэтому Абрага воспринял это как прекрасную возможность поднять весь народ и двинуться на Каабу. Но из истории мы знаем, что он и до этого случая намеревался разрушить Каабу. Это важно отметить. Люди, которые поверхностно знают эту историю и не вдаются в подробности, полагают, что у Абраги были чисто религиозные мотивы напасть на Каабу. Но надо понимать, что порой мир движется в странном направлении. Да, возможно, он имел некоторые религиозные мотивы, но на самом деле его главные мотивы были политическими и экономическими. Он хотел, чтобы его нация вновь стала торговым центром региона, а Курайшитов он считал своими злейшими конкурентами. Также он понимал, что у него есть огромная армия, а также поддержка со стороны эфиопов. А кто поддерживал мекканцев? Никто. То есть Абрага предполагал, что легко справиться с Курайшитами. Так вот, Абрага собрал огромную армию. В некоторых преданиях говорится, что его войско насчитывало как минимум 12 тысяч человек, а в других источниках говорится, что его войско насчитывало 60 тысяч. Поэтому мы скажем, что у него было от 12 до 60 тысяч воинов, и с ними было от 9 до 13 слонов. Самого большого слона звали Махмуд. Говорят, что этот слон был колоссальных размеров, и он шел впереди всего войска. Итак, войско Абраги двинулось в путь. Продвигаясь вперед, они достигли Таифа. Но жители города решили не сражаться с Абрагай, а вступить с ним в переговоры. Важно упомянуть, почему жители Таифа решили договориться с Абрагай. Остальные арабские племена не захотели договариваться с Абрагай, потому что их ложные божества, их идолы находились где? В Мекке. Знаете, почему никто не осмеливался нападать на Курайшитов? Потому что Курайшиты держали в заложниках всех их идолов. Если бы какое-то племя напало на Курайшитов, то, вернувшись в Мекку, Курайшиты разрушили бы идола этого племени. Но жители Таифа поклонялись своему ложному божеству по имени Аль-Лят. И этот идол хранился в самом Таифе. Их идол хранился не в Каабе, а у них дома. Поэтому жители Таифа не переживали за Каабу. И они стали договариваться с Абрагай. Более того, одно из племен Таифа, Са-Кифф, решило помочь войску Абраги. Они назначили проводника по имени Абу-Ригаль, который должен был показывать дорогу войску Абраги, поскольку путь от Таифа до Мекки был трудным. Таким образом, Абраги удалось даже найти предателя из числа арабов. Араб собирался помочь в убийстве других арабов. Однако Абу-Ригаль умер в пути. Его похоронили где-то между Таифом и Меккой. А его могиле стало известно, и в дальнейшем арабы, проходившие мимо, плевали на могилу Абу-Ригаля, проклинали его и кидали камни, поскольку все его считали предателем, который хотел показать врагу дорогу на Мекку. Итак, Абрага добрался до Мекки в месяц Мухаррам. Вся эта предыстория является очень важной. Почему? Потому что в начале суры Аллах, Великой Невозвышен, говорит «Видел ли ты, как поступил твой Господь с обладателями слона?» На следующей неделе мы детально разберем каждое слово суры. Сегодня же мы сосредоточимся только на истории. Итак, почему вся эта история так важна? Во-первых, чтобы мы поняли, что главными причинами нападения на Мекку были политические и экономические мотивы. Это важно отметить. В суре Аль-Филь Аллах, Великой Невозвышен, говорит о политической и военной безопасности Мекки. Но если мы посмотрим на сур Курейш, мы увидим, что в ней Аллах говорит об экономической безопасности Мекки. Получается, в этих сурах говорится о двух аспектах безопасности Мекки. Сегодня мы очень коротко поговорим лишь о некоторых аспектах суры Аль-Филь. И на следующей неделе мы сосредоточимся уже на детальном анализе каждого слова этой суры. Сегодня мы поговорим о первых словах суры. «Видел ли ты?» или «Не видел ли ты?» Если быть более точным. На самом деле, это такая фигура речи в арабском языке. Во-первых, здесь переводится глагол в единственном числе. «Алям-тара» это «Не видел ли ты?» то есть в единственном числе. А «Алям-тарау» это «Не видели ли вы?» во множественном числе. Итак, это глагол, относящийся к местоимению единственного числа. И среди толкователей имеется расхождение относительно того, относятся ли эти слова к пророку, мир ему и благословение, или они относятся к каждому человеку, которого просят поразмышлять об этом. Существуют доказательства для обоих мнений. Например, Аллах говорит «Вой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро обоим родителям». А в этом аяте слово «твой» – это единственное число. Но мы знаем, что у посланника, мир ему и благословение, не было обоих родителей. И можно понять, что в этом аяте обращение идет ко всем нам, даже несмотря на то, что Аллах говорит «Твой Господь». Крайне еще есть случаи, когда местоимение «ты» или «твой» относятся как к пророку, мир ему и благословение, так и ко всем людям. Однако, с риторической точки зрения, местоимение «ты» указывает на то, что какое-то событие произошло совсем недавно. И, возможно, многие люди являются живыми свидетелями этого события. И выражение «разве ты не видел» относится к каждому из них по отдельности. И каждый из жителей города может подтвердить это. Это первое мнение относительно этих слов. Второе мнение – это то, что слова «разве ты не видел» относятся конкретно к пророку, мир ему и благословение. И это немного сложнее истолковать. Поскольку, если вы скажете посланнику, «разве ты не видел, как твой Господь поступил с обладателями слона», возникает одна проблема – он не видел, поскольку он родился после этих событий. Затем мы понимаем, что, возможно, выражение «разве ты не видел» использовано в фигуральном значении. Другими словами, «разве ты не размышлял о том? Разве ты не осознал? Разве ты недостаточно слышал во всех подробностях о том, как твой Господь защитил этот город?» Другими словами, урайшиты были настолько поражены этим событием, а это на самом деле очень поразительное и невероятное событие, что они постоянно говорили об этом, настолько, что они назвали тот год годом слона и начали вести календарь или летоисчисление после этого события. То есть они говорили, такое-то событие произошло за 10 лет до года слона. Такое-то событие случилось через 10 лет после года слона. Они постоянно ссылались на это событие, упоминали о нем в своих беседах. Причем они настолько ярко и красочно описывали это событие, что люди, как будто видели перед собой картину произошедшего. Итак, это то, что касается слов «разве ты не видел?». Далее идет слово «каифа». «Как?». Это слово очень важно здесь, поскольку оно указывает на удивление. «Разве ты не видел?» «Как твой Господь поступил с обладателями слона?» Если бы вы увидели войско Абрахим, его размеры, вы бы поняли, что оно больше, чем все население тогдашней Мекки. Больше, чем все мирное население, не говоря уже о воинах, защищавших Мекку. Не было никаких надежд, что этот конфликт разрешится мирно, без потерь среди мирного населения. В человеческой истории невозможно вспомнить случай, когда такая огромная армия нападала на город, у которого даже не было армии, как таковой, чтобы защититься. И даже если бы было что-то подобное, то там уж точно не было слонов, которых можно сравнить с танками сегодня. В те времена слоны играли роль танков. Дюжины слонов было достаточно, чтобы разрушить весь город. Не забывайте, в те времена у них не было кирпичных или бетонных домов. Ислон мог с легкостью сравнять с землей целый дом. И вот, в такой безнадежной и обреченной ситуации, только вмешательство Господа помогло сохранить мир в этом городе. Поэтому слово «как» в этом аяте становится очень важным. Аллах как бы говорит, осознаешь ли ты, как все могло произойти, если бы не помощь Аллаха? Это не было какое-то обыденное происшествие. Сознаешь ли ты, что кто-то позаботился об этом городе, даже перед лицом обладателей слона, самой зловещей, самой подготовленной армии? Именно на этом я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю встречу, чтобы мы поразмышляли всего лишь над фразой «Разве ты не видел?». Иншаллах, на следующей лекции мы завершим изучение этой суры и, возможно, перейдем к изучению следующей суры. Курейш, которая тесно связана с сурой «Аль-Филь». И, учитывая общую историю, объединяющую эти суры, было бы хорошо разобрать их вместе за один раз. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.